Но по телевизору, когда вы выступаете, то, что вы произносите по телевизору, оно же нигде не оседает, оно же так проходит насквозь и уходит. То есть вы работаете на слове, которое как ветер проходит насквозь. И то, что остается, это остается вот система таких фотографий, телодвижений. Остается ваш образ, вот такой, движущийся, да? Да, странно. На воде игра. А в книге как? Вот я написала, да хоть тот же ксилит. И вот смотришь на это слово, так посмотришь, так посмотришь. Хочешь дальше сдвинешься, хочешь назад. Перемотка туда-сюда, туда-сюда. Вы считаете, что телевизор в принципе не может быть наносителем памяти нации? Нет, нет, я не сказала. Я не сказала, что он в принципе не может. Почему? Вот старый телевизор, то есть уже память, правда? Самое название передачи, оно как бы приглашает эту идею памяти. Вот был телевизор, вот показывают старые вещи, вот там челюсткинцы, вот еще какие-то люди. Вот то, что было раньше, возникает такой ностальгический момент. Между тем, что у нас сейчас, и вот, ах, как там было, прекрасно. Черно-белые кадры становятся гораздо интереснее и важнее. Такие фотографии черно-белые, или сцепи, нежели, скажем, современный яркий цвет, который как бы все приветствуют, но с другой стороны, ну, это вот та обычная. Да. Более того, во-первых, это связь с ребенком, но это также еще и географическая связь. Жители Хаттенги полагают, что они русские, что они часть нашей с вами страны, только от того, что они видят другие ее части по телевизору у себя. Угу. Это верно, но дело в том, что я тоже эту Хаттенгу, заметьте, вижу только по телевизору. Вы в Америке, когда преподаете студенту, не смотрите же русское телевидение? Ютуб.